Щелковская земля богата людьми, разными и уникальными. Один из них – известный политик, историк, общественный деятель Сергей Станкевич. С ним мы побеседуем о новой истории нашей страны и о том, что же происходит в этой истории сегодня. Здравствуйте, Сергей Борисович. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что приехали к нам. Щелковский район, который для вас тоже является родным, да? Да, и, в общем, было такое подспудное ощущение вины, потому что я здесь не был 15 лет, страшно подумать. А нельзя такие паузы делать в общении с малой родиной. Так что я рад случаю, который мне предоставился. Где же вы жили в Щелково? На какой улице? В какой школе учились? Немножко о жизни, да. Сейчас, если я начну об этом рассказывать, у наших слушателей возникнет ощущение какой-то седой древности, наверное. Абсолютно. Хотя, на самом деле, не так вроде бы давно все было. Вообще, родился я на улице Заречной, за рекой. Тогда там еще были бараки. Вы не представляете, что это такое? Да, мы не представляем. Вот. А значительная часть жизни прошла на улице Центральной, рядом со станцией Воронок. Вот там я был уже в студенческие годы. Оттуда ездил учиться в Москву. Ну вот, собственно, по этим улицам я и перемещался. За 15 лет город изменился. Как вам? Когда вы приехали, узнали город Щелково? Узнать трудно. Конечно, центральную часть немножко еще, она узнаваема. А вот все те районы, которые в основном были застроены частными домами, деревянными в том числе, конечно, их узнать невозможно. Город фактически стал действительно таким серьезным, энергичным, деловым, индустриальным, в хорошем смысле, благоустроенным городом. Всех деталей пока не видел, но надеюсь еще поездить и так, поностальгировать немножко, в хорошем смысле. Но остались друзья здесь? Может быть, одноклассники? Какие-то встречи или все-таки связь потеряна? В школе я не здесь учился, но, естественно, остались мне здесь родственники. Слава богу, тут большой наш клан. А, то есть у вас здесь много живет ваших родственников? Да, да. Наши люди тут живут. И что, за 15 лет вам ни разу не хотелось? Или не было времени? Как так получилось? Ну, вот, перезваниваемся, знаете как, к сожалению, стиль жизни в значительной степени изменился. Мы раньше писали письма от руки, помните, ходили на почту, опускали в почтовые ящики. Сейчас никто этого не делает. Раньше встречались по большим и малым случаям. А сейчас, к сожалению, вот такое разобщение значительное. Звонки телефонные, можно звонить же каждый день, утром, днем и вечером. Надо чаще встречаться живьем, вопреки цивилизации, вопреки технике. Ну, там уже родные края, все равно как-то тепло, особое. Вот, только въехал на территорию города, и глядя по сторонам, уже такая, знаете, теплая волна поднимается. Вот, это узнал, это узнал. Чаще буду теперь приезжать. Вот, приезжайте, потому что вы, так сказать, очень яркий представитель Щелкова. Да. И яркий, потому что все же ваше имя, оно связано с определенными событиями, которые происходили в нашей стране. Ваше имя связано со словами демократия, классность, и, в общем-то, вот, все, что сейчас, наверное, уже для нас естественно становится, по крайней мере. Скажите, немножечко расскажите о том периоде, знаете, как расскажите, что происходило тогда, вот этот весь процесс. Немножечко расскажите, чего вы хотели тогда, к чему вы стремились. Вот вы молодой, амбициозный политик, вы еще и историк, у вас знания, у вас хорошие цели, да? Ну, расскажите, вот, немного об этом периоде вашей жизни. Ну, во-первых, тогда была колоссальная страна, фактически занимавшая гораздо большую территорию, чем сейчас, охватывавшая 15 советских республик, и страна, в общем-то, на протяжении более чем 70 лет реализовывала такой грандиозный коммунистический проект, который, в общем, оказался утопией и который был не жизнеспособен. Но последние годы, последние вот 10-15 лет жизни этой коммунистической империи, они были таким периодом постепенной сдачи позиций, потому что пустили магазины, все больше становилось официального такого, знаете, вранья пропагандистского, народ все больше как-то разочаровывался, прижимался к земле, но вряд ли что-либо сдвинулось бы, если бы не произошли некоторые важные перемены в международном плане, потому что в других странах начались перемены. То есть это влияние все же, да, мировое. В Европе, конечно, в том числе и в социалистических странах Европы там начались перемены. И было понятно, что удержать, перейти просто к силовому удержанию ситуации нельзя, надо было менять страну, и вот группа коммунистов-реформаторов во главе с Горбачевым начала реформы. И как только эти реформы начались, открылись возможности для людей творческих, инициативных, смелых, которые до этого момента просто не видели какой-то перспективы и места для себя в этом процессе. Это место появилось. Я тогда работал в Академии наук Советского Союза, я был действительно профессиональным историком, кандидатом наук. Я как раз занимался именно этими сюжетами. Я занимался политической историей, я занимался парламентаризмом, зарубежным, естественно, поскольку в России ничего подобного не было, политическими партиями, выборами. Писал на эту тему диссертацию, научные статьи и никогда не думал, что на практике что-либо подобное мне пригодится. А тут вдруг открывается возможность для более-менее свободных выборов, и я решил принять в них участие. Тогда Москва, и не только Москва, но в известной степени и вся страна, но в первую очередь столица, она задавала тон, кипела такой неформальной уже политической жизнью, возникали политические клубы, выходили люди на площади и прямо там начинались дискуссии какие-то. И вот во всем этом я принимал участие. И потом первые выборы, 89-й год, более-менее свободные, где я выдвигаю свою кандидатуру, меня поддерживает Московский Народный фронт, был такой нами же созданный. И мы тогда встречаемся и знакомимся с Ельцином Борисом Николаевичем. Борис Николаевич Ельцин был на самом верху коммунистической партии Советского Союза, он входил в Центральный комитет и даже был в составе Политбюро кандидатом. Но потом вошел в противоречие с правящей верхушкой партией, его оттуда исключили, отовсюду поисключали, и он буквально вот упал нам на руки. Именно такого лидера нам и не хватало, потому что мы были, да, неплохо образованы, мы были такими, знаете, собранием столичных интеллигентов, но для того, чтобы всерьез организовать какое-то политическое движение, нужен был лидер таранного типа, которым, несомненно, был Борис Николаевич Ельцин. А кроме того, он был свой для системы. Его все многочисленные чиновники воспринимали как своего, пусть даже опального. Но сколько раз было в истории России, когда сегодня опальный, а завтра приходит к власти. Поэтому на него была нормальная реакция. Многие люди из системы партийной и советской делали мысленно на него ставки. И вот уже с таким лидером, а мы с ним как раз познакомились в конце 80-х и объединили усилия, вот с таким лидером мы и пошли в наступление. В итоге на выборах 89-го года мы были избраны в состав советского тогда парламента, заседали в Кремле, стали первой оппозицией, легальной оппозицией коммунистической партии в парламенте, предлагали различного рода законы, которые сейчас не вызовут никакой сенсации, никакого удивления. Вы совершенно верно сказали, что все это стало привычным. Но тогда даже произносить эти слова было отчаянной смелостью. Предлагать многопартийность, предлагать закон, первый закон о свободе печати, первый закон о выезде и въезде из страны, ведь выехать невозможно было. Люди рождались, вырастали и старились, вообще не видя мира, просто прикованное к одному месту. Закон о въезде и выезде, о печати, о свободе совести, о митингах, шествиях и демонстрациях. Вот эти все первые законы как раз предлагались нами и проходили через парламент. Сейчас это все стало естественным и совершенно неизбежным, необходимым атрибутом нормальной цивилизованной жизни. И слава богу, что так. Потом, конечно, начались такие немножко революционные уже события, прямо скажем. В основном они были связаны с тем, что коммунисты-реформаторы своей работы не доделали. Мы очень рассчитывали на то, что они будут делать, они создавали эту систему и они как бы должны были ее и реформировать. В значительной степени тогда процедура была бы более плавной. А мы оставались в оппозиции, критиковали, не давали бы застаиваться, указывали бы на то, что еще необходимо сделать. И система была бы более-менее сбалансирована. Но коммунисты-реформаторы свои работы не доделали. Был устроен консервативной частью коммунистической партии вот этот самый Пуч 91-го года и система начала рушиться. Сразу после Пуча все республики советские побежали от центра. Выход был один. Или силовое удержание, или рассылать десантные войска и танки по всем республикам, которые еще вчера были братскими. Или вынуждено согласиться на то, что они уходят. То есть это вынужденная мера? Суверенитет отдать? Или все же это было... 20 августа 91-го года должен был быть подписан новый союзный договор. И тогда были готовы объединиться 9 республик из 15. Мы уже заранее все переговоры провели. Текст договора был согласован, парафирован всеми лидерами республик. На 20 августа было намечено подписание. Это была бы, в принципе, замечательная страна. Я считаю, до сих пор страстная вещь, что мы утратили эту возможность из-за Пуча. Смотрите, там была единая, естественно, армия, единая внешняя политика. Там был общий парламент, там был общий президент. В перспективе была бы общая конституция. Начинали мы с договора, но выходили на общую конституцию. Фактически это был бы союз федеративный с отдельной какими-то элементами договорности только. Гораздо более тесный, чем нынешний Евросоюз. Гораздо более тесный. Эта возможность у нас ушла из-за вот этой попытки реакционного Пуча в 1991 году. Так что договор новый не был подписан. А дальше кое-что пытались спасти. Потому что лично я по поручению тогдашнего президента России Ельцина и вместе с вице-президентом Александром Рудским мы сели на правительственный самолет и последовательно облетали столицы всех союзных республик бывших, встречаясь с лидерами и уговаривая не спешить, уговаривая не уходить. Мы говорили, все, начинается новая жизнь. То, что раньше был старший брат и младший брат, этого уже нет. Мы равные, мы близкие. Давайте не рушить, не обрывать связи. Давайте мы найдем какую-то новую форму нашего объединения. Облетели практически всех. Единственный человек, и я до сих пор ему благодарен сердечно, где мы очень хорошую встречу и беседу имели, это Казахстан, нынешний президент Назарбаев нас тогда принимал, который сказал, да, конечно, если будет какая-то форма объединения, мы непременно в нее войдем. Были разные попытки в той или иной форме найти, сохранить хотя бы ядро Союза. Все они тогда ничем не закончились, потому что каждый из лидеров республик, а вокруг него образовались республиканские элиты немедленно, они захотели порулить самостоятельно и ощутить себя полными хозяевами на хотя бы и небольшой территории. Да, на своем пространстве. О том, что Сергей Станкевич жил в городе Щелково, знают немногие. Своими впечатлениями о знаменитом земляке с нами поделится исполнительный директор Межрегиональной общественной организации Отечества Александр Попов. Он был очень активным, грамотным, эрудированным, в чем-то принципиальным, поэтому вызывал где-то симпатию, где-то в чем-то я с ним был не согласен, но знать его знаю. Во многом, наверное, они все-таки ошибались. Надо было, наверное, не так идти, не тем путем идти, вот у нас в создании России нового, построение нового общества. Слишком мы быстро шли, слишком мы быстро разламывали старые структуры, не успев создать ничего нового. Поэтому это привело к очень негативным последствиям в экономике, и в политике, и в нравственности, и во всем остальном. Страна во всех отношениях оказалась в минусах, да, это упадок и в хозяйстве, и демографический спад, и культура пострадала, ну, все, буквально. Вот революция 1917 года для вас, как историка, она не была показательным примером, да, вот свержения вот этого строя? Может быть, все-таки можно было избежать? Или это неизбежно было? А вы понимаете, вот в 1917 году революция, которая произошла, это было некое насилие над историей, и это было начало грандиозного эксперимента, длишегося в 74 года. Это был эксперимент по построению какого-то вот идеального государства. Все то, что должно было быть, ну, где-то в очень отдаленном будущем, вот это царство всеобщей справедливости и так далее, мы захотели приблизить и насильственно построить. Ну, этот эксперимент зашел в тупик, и продолжать его было бессмысленно, абсолютно. Все, что слеплено было искусственно, все, что удерживалось в значительной степени силой, все, что держалось только за счет того, что была огромная система партийных комитетов, с верхнего партийного, центрального, и до каждого поселка, деревни и города. Везде были партийные комитеты. В каждом передовом коллективе были партийные комитеты. И все они следили за тем, чтобы никто не думал ни вправо, ни влево, чтобы все говорили и думали одинаково. А за всем этим еще был коррессальный силовой аппарат, спецслужбы, силовой аппарат, который наказывал любое инакомыслие. И вот за счет этого, собственно, все и держалось. Продолжать это все удерживать таким идеологическим диктатом и силовыми репрессиями было абсолютно бессмысленно. Понятно, что хотелось бы быть вместе, но мы не можем быть вместе насильственно. Такой процесс собирания земель после некоторой паузы происходит. Создается таможенный союз, создается единое экономическое пространство, и шаг за шагом создается оборонный союз, евразийский союз сейчас создается. И вот такие новые и новые и новые объединения, каждая ступенька, она нас сближает. Но все происходит естественным образом, без насилия, без диктата, без старших и младших братьев, с полным ощущением, что это выгодно всем сторонам. Вы же тоже росли в эпоху коммунизма, получается, да? То есть на протяжении вот этого периода времени коммунистического правления, люди как в едином порыве жили по определенным, как в вас зародились вот эти вот идеи, как вообще вы же, получается, вы инакомыслящий, вот той инакомыслящей той системе относительно. Когда, может быть, в школе вы почувствовали, как вам эта система стала претить, когда? Да. Или именно вот в этот период вы почувствовали, когда поняли, что вот все, спад пошел и так далее? Или у вас изначально было неприятие этого струб? Нет, ничего изначально не было. Родители были членами коммунистической партии, и в школе ничего подобного в голову не приходило. То есть носили пионерский галстук, все как положено. Абсолютно, абсолютно. Более того, я даже помню точно свои детские ощущения, пионерские ощущения. Я просыпался, и была такая мысль, какое счастье, что я родился именно в этой стране. А ведь мог какой-нибудь другой, где угнетают, где эксплуатируют. Вот как мне повезло именно в этой стране. Именно это было ощущение. Нет, конечно, такое внутреннее противостояние, оно возникло позже, уже в студенческие годы. Исторический факультет, чтение литературы, самостоятельные какие-то размышления. Знакомство, в частности, с такими вещами, как были события в Венгрии 1956 года, которые были подавлены нашими танками, там, антикоммунистическое выступление. Потом события в Чехословакии 1968 год. И вот как бы с этим связанные потоки информации, они, конечно, зарождали очень серьезные размышления. Ну и, конечно, поворотный для меня момент был. Были два события. Это 1979 год, наше вторжение в Афганистан. Это вот последний был такой фатальный, совершенно агрессивный жест Советской империи. Вторжение в Афганистан, гробы, которые начали приходить из Афганистана с нашими погибшими ребятами. Совершенно бессмысленно, только во имя некой идеи порочной. И потом, 1980 год, это Польша, это польская солидарность. Возник внезапно в недрах коммунистической страны огромный профсоюз, куда вошло 10 миллионов человек, который на равных стал с этой тоталитарной властью разговаривать. Вынудил с собой разговаривать. То есть, вот показала эта солидарность как можно, что это возможно в принципе. Система стала рушиться, и понятно, что у Михаила Сергеевича Горбачева, к которому я, кстати, отношусь с искренним вполне уважением, историческое время резко сжалось на перемены. Но здесь очень важно было не терять темпа, очень важно было для него оставаться лидером перемен. Вот когда начинается революционная такая волна, тут или ты лидер перемен, или волна идет дальше, а ты остаешься сзади. Вот он не уловил этот момент. Волна перемен прошла дальше, он остался сзади, а тут вот его соратники из консервативного лагеря как раз и устроили попытку переворота в 1991 году. В общем, была ли возможность с меньшими потерями пройти эти перемены? Конечно, была. Сработал человеческий фактор. Но то, что перемены назрели и были совершенно неизбежны, вот даже сейчас, оглядываясь на 20 лет назад, я в этом абсолютно убежден. Слава богу, что они произошли, потому что если бы были попытки продлить агонию прежней системы, цена была бы еще выше, гораздо выше. То есть получается, что это, знаете, вот если ситуацию описывать вот так, да, в общем, как эффект бабочки. Вот пошла эта волна, да, мирового, вот этого всего, да, и она дошла в Россию. Ну, посмотрите, в России, да, то есть как она сейчас, можно ведь сказать, что перестройка та самая, она происходит вот как раз сейчас. Сейчас мы перестраиваемся на тот вот лад, как вот демократия, да, опять же, свобода. То есть можно сказать, можно показать, можно, да, какие-то варианты общения с Западом, да, и так далее, и тому подобное. Ну, так сказать, видим итоги, да? Ну, не итоги, а процесс. Вот сейчас он идет, то, что вы хотели, где-то сейчас, вот вы видите это, вот плоды этого, вот в этот период? Конечно, вижу, конечно, вижу. Вообще созданы основы новой экономики. К сожалению, поскольку переход был резким, а не плавным, вот Китай очень плавно переходит, и им в этом смысле где-то повезло, хотя повторить те условия, которые в Китае невозможно воспроизвести в других странах. Но, тем не менее, по крайней мере, плавность перехода мы наблюдаем. У нас переход был гораздо более резкий, поэтому основы новой экономики, рыночной экономики, новых взаимоотношений между людьми в этой связи, конечно, приходилось создавать в значительной степени, с нуля, в попыхах и с серьезными ошибками, поскольку никто предварительно ничего заранее каких-то там законов и норм и правил не готовил. Сейчас, когда основы новой экономики созданы, когда она укрепила, спустила корни, когда произошла смена сознания, советского сознания, когда все давало государство, ты работал и все отдавал государству, а государство то, что считало правильным, тебя возвращало. Вот это советское сознание ушло, возникло новое совершенно сознание самостоятельных людей, ощущающих обязанность обеспечивать себя и свою семью самостоятельно и вступающих в партнерские отношения с государством. Вот эти новые люди, они появились, и ситуация стала более-менее устойчивой и необратимой. Заметьте, достигло 20-летнего возраста первое поколение, родившееся после коммунизма. Вот те, кто родился в 90-м, 91-м году, они вступили в 20-летний и после возраст. Это первое наше посткоммунистическое поколение. Я считаю это главным результатом, потому что это то поколение, которое полностью приспособлено уже к этой жизни, к этим условиям, к этим правилам игры, к этой экономике, которое получило уже иное образование, которое иначе строит жизненные планы свои, иначе видит желаемое для себя будущее. И вот это поколение, это наше главное достижение. Сейчас с каждым годом удельный вес вот этого посткоммунистического населения нового, оно будет возрастать и возрастать и возрастать в процентном отношении. Пока, наконец, не составит больше половины живущих в России граждан. Пожалуй, это и будет таким моментом критического перехода. Люди, помнящие еще советское прошлое, коммунистический режим, станут окончательно седыми ветеранами, которые будут встречаться со школьниками и рассказывать о героических днях. А эти люди, конечно, уже построят новую страну, вне всякого сомнения. Те основы, которые сейчас созданы, они, в принципе, правильные. Но в них еще много недостроенного, в них много ошибок на разных этапах допущенных. Что-то ошибки какие-то были в начале 90-х, например, в процессе приватизации много было ошибок, конечно. Какие-то ошибки были в конце 90-х, в построении, в частности, финансовой системы, и в том, что вовремя пенсионную систему не реформировали. Сейчас уже в ППХ пытаемся доделать. Значительные ошибки, на мой взгляд, были уже и в нулевые годы сделаны, в чрезмерной централизации жизни. Надо было... Огромная страна. По поводу, кстати, централизации. Только сейчас пытаемся делать обратное, децентрализацию. Больше свободы регионам, больше самостоятельности на местах. Но самоуправление российских регионов и российских городов, и российских районов, самоуправление так и не возникло пока еще. Его надо возрождать фактически. Иными словами, вот в том построенном здании, которое, в принципе, как бы по верному проекту строилось, есть много недоделок, много ошибок, и много того, что нужно просто разрушить и переделать. Но теперь есть с чем работать. Одно дело создавать что-то вообще с нуля, на руинах, на руинах, на пустыре. А другое дело, когда есть объект, пусть даже и не очень пока привлекательный в чем-то, но есть с чем работать, что совершенствовать, что достраивать. А это принципиально другая задача. И надеюсь, что вот это самое посткоммунистическое поколение, оно будет гораздо более успешным, осмотрительным в своих действиях и не повторит наших ошибок. Мне нравится вот то поколение, которое сейчас достигло 20 и более лет, родившееся уже в 90-91 году. Я работаю в основном именно с ними сейчас, потому что я работаю сейчас в инвестиционном бизнесе. Вместе с некоторыми соратниками мы создали инвестиционный фонд, который помогает вот этому самому поколению. Мы находим талантливых ребят, в основном не из Москвы. Мы стараемся не из Москвы их разыскивать, с интересными проектами, идеями. А почему не из Москвы? Ну, мы считаем, что столичные должны сами пробиваться. У них лучше стартовые условия. У них семьи, у них там какие-то возможности, доступ к образованию, к информации, ко всему. Они пусть попробуют все-таки сами. Мы в основном, ну, на три четверти у нас ребята из разных городов России, из разных регионов, у которых есть хорошие идеи, бизнес-идеи. Мы помогаем эти идеи оформить в проект инвестиционный и поддержать его на старте. Года два назад приезжает к нам паренек из Новосибирска, из Новосибирской области, который многие годы, студент, студент, который многие годы мечтал создавать садовые центры. Он приехал к нам. И когда у человека есть мечта, и это не отвлеченная какая-то мечта, знаете, вот хорошо бы, чтобы через это озеро построить мост. А когда эта мечта имеет реальное воплощение, это очень здорово. Мы сделали ему возможность проехать по Европе, со всеми лидерами пообщаться по садовым центрам. Работать надо с лидерами, учиться надо у лидеров. Он встретился с главами компании, он посмотрел, как это сделано, он собрал материалы, приехал, сделали, посчитали. Сейчас открывает сеть садовых центров. Это один пример. Другой пример, вот сейчас кафе клубного типа открывает тоже молодой человек, который считает, что болеет темой кофе. Россия, кстати, хотя мы очень много кофе сейчас пьем, гораздо больше, чем в советские времена, но все еще мы там в 10 раз меньше потребляем кофе, чем та же Америка, и где-то в 8 раз меньше, чем Европа. И хотя кофейни в Москве вроде бы кажутся на каждом углу уже, но на самом деле тоже даже по плотности кофеин мы очень серьезно отстаем от Европы. Ну а кроме того, он считает, что вот этот молодой человек, что те кофейни, которые сейчас, они неправильные, что они не дают, вот их поколение, оно иначе хотело бы, чтобы кофейни выглядели, не дают стиля общения. Он открывает кафе такого клубного типа, разработан специальный формат, где книги на полках, где айпэды висят на стенах, где можно зайти и тут же, значит, вот войти в интернет, где можно общаться, где вообще не курят, никаких там залов для курящих, для некурящих, что чистая профанация, и, естественно, нет алкоголя, а все остальное есть. Блестящий успех, блестящий. Казалось бы, нет алкоголя и нельзя курить, но все, ну кто туда пойдет? Ничего подобного. Вот сейчас заезжаю специально каждый раз, сидят очень хорошие компании, просто смотрю на лица, все, значит, обложились компьютерами, бумаги достали, обсуждают, что-то подписывают, пьют кофе, разбежались. И новые такие же. Тут же снимают книги с полкой, читают. То есть это другое поколение, это другая динамика. То есть племя молодое, но вам знакомое, понятное и очень нравится. Очень здорово. Вот это общение с молодым поколением для меня сейчас главная радость, и я именно в этом общении, в его успехах, в его энергии, вижу главный результат. Я вижу, что все было не зря. Вот к этому мы стремились. Вы говорите, с чего мы хотели? Конечно, мы хотели немножко, даже не немножко, мы в значительной степени другое общество себе представляли в начале 90-х, когда все начиналось. Но никогда заранее нельзя сказать, во что выльется серьезный исторический процесс с участием миллионов. Потому что это миллионы воль. Ты можешь планировать все, что угодно, а ход событий тебя все равно выведет куда-то в другую сторону. Но вот главный результат, вот это новое поколение с его энергетикой, мышлением, ориентацией на честный успех, вот это наш главный результат, и над его закреплением я и намерен работать. В некоторое время вам пришлось жить не в России, а за границей. Вот скажите, что побудило вас вернуться в Россию? Это любовь к родине, либо это поступок сильного человека? Ну, вы знаете, есть такие детективные фильмы, особенно там про каких-то разведчиков, которые говорят, вот теперь об этом можно рассказать. Вот и расскажи, если раз можно. Ну, политическая борьба в России, она вообще не всегда ведется чисто политическими методами. Страшная штука. Разные методы используются. В середине 90-х возникла ситуация, когда некоторые соратники Ельцина Бориса Николаевича сочли, что ему не надо идти на второй срок. Напомню, в 96-м году он пошел на выборы вторично, избирался президентом. А в 95-м году ну, два инфаркта было позади. Серьезные были проблемы уже со здоровьем и в другом плане. Уровень поддержки, наверное, 2-3% исчезающий, колоссальные проблемы с этим связанные. Ну, и мы считали, что не надо ему баллотироваться на второй срок, что демократическое движение должно выдвинуть другого кандидата. А Борис Николаевич станет таким Дэн Сяупином российским, таким мудрецом, рядом стоящим, советующим, помогающим. А следующим президентом должен быть тот, кто будет избран на честных выборах без всякого упрека. Сергей Борисович, ну, раз уж честно, то, значит, это Анатолий Собчак, я так понимаю? Да, совершенно верно, да, да. Вот те, кто пытался эту идею отработать. Стать президентом, быть, да? Анатолий Собчак тогда был мэром северной столицы, он был мэром тогда, единственный мэр, дальше уже пошли губернаторы в Питере. Он избирался абсолютно точно, потому что была невероятная популярность, в город прошел под его руководством самый трудный период, в 90-х, когда стояла задача выживания, он набрался опыта, был прекрасным оратором, и, конечно, он был избираем без того огромного насилия над средствами массовой информации и без таких коробок с наличными, которые потом потребовались. Он избирался естественно. Мы беседовали об этом, Собчак был очень близким моим другом, пожалуй, самым близким в политике, мы эту тему с ним обсуждали, естественно, все предполагалось сделать так, что мы говорим об этом с самим президентом Ельцином, и он дает на это добро, а не против, так сказать, него мы выступаем. То есть, честная позиция? Абсолютно честная была позиция, да. Собчак говорил об этом с Ельцином. Ельцин поначалу взял паузу на размышления, он не сказал нет. А потом начался ответ. Ответ началась атака и на Собчака, и на меня, поскольку предполагалось, что я должен возглавить предвыборный штаб Собчака. То есть, вы резко из соратников перешли в разряд противников, против которых допустимы любые методы. В итоге Собчак уехал в эмиграцию в Париж, а я уехал в эмиграцию в Польшу. Ну вот то, что он проявил принципиальность и, скажем так, отошел от линии, которую продолжал вести Ельцин, это говорит о его характере, твердом характере, так сказать, что он своим принципом изменял. Я так предполагаю, что когда Ельцин, значит, пошел уже по пути авторитаризма, демократии, то Станкевич, пути с ним его, так сказать, разошлись. Мне кажется, дело в этом. Ну и, в общем-то, не каждый человек найдет мужество вернуться обратно в страну, в которой, так сказать, против тебя возбудили уголовное дело. Значит, я считаю, что он был прав и, значит, считаю, что он ничего не совершал. Раз он, так сказать, не побоялся вернуться, значит, он чист в этом плане. В 99-м году все вопросы по нам были сняты, когда Путин стал премьер-министром. Затем Собчак позвонил мне из Парижа, сказал, Сергей, там серьезные перемены в России, я возвращаюсь в Москву и вы будете следующим. Ты вернется, да? Да. Он вернулся, но, к сожалению, прожил недолго после возвращения. И я полетел следом уже тут же, но уже практически на его похороны в Петербург. Так что с 2000-го года, с февраля я в России. Для меня даже и, собственно, мысли не было возвращаться, не возвращаться. Вот. Потому что эмиграция была вынужденной, четырехлетняя эмиграция. А как только открылась первая возможность, я, конечно, вернулся, с тех пор нахожусь здесь. и делаю то, что считаю возможным для себя сейчас сделать. В политику я не возвращаюсь просто по той причине, что это уже другая страна и другая политика. Такой, назовем его, героический период в российской политике завершен. Пожалуй, и к счастью, потому что героический период это всегда большие потрясения. Сейчас действуют иные законы и принципы созданы. Они вам понятны? Ну, конечно, понятны. Конечно, понятны. Сейчас роль личностного фактора в политике существенно снижена. Сейчас личный вклад в политику, значительный личный вклад могут делать только президент и премьер, пожалуй. Ну, еще три-четыре человека, может быть, кроме них. А остальные это сугубо командная игра в составе больших партийных объединений. И здесь, конечно, найти себе место и роль гораздо сложнее. И, кроме того, появились новые поколения политиков. Они должны показать себя, проявить себя в этих условиях. Эта эпоха предъявляет иные требования к политикам. Запрос предъявляет на иные их способности. Вот пусть ребята попробуют. Ну, например, какой сегодня, на ваш взгляд, политик, образ, сегодняшний политик? Ну, сегодняшний политик, во-первых, это, конечно, должен быть бегуном на длинные дистанции. Он должен рассчитывать на 15 лет свой сценарий личного развития. Кроме того, естественно, должно быть очень хорошее образовательная подготовка. И, конечно, у него должен быть какой-то собственный материальный запас. Политик не может очевидно зависеть от каких-то финансовых группировок. И он не может рассматривать, очень важно для нас, он не может рассматривать политику как бизнес. К сожалению, у нас все стало бизнесом очень быстро. у нас политика стала в значительной степени бизнесом, искусство в значительной степени стало бизнесом, средства массовой информации гораздо больше бизнес, чем искусство и творчество, ну и так далее. В этом есть некий восторг неофитов, впервые ощутивших вот эту самую рыночную струю и возможность зарабатывать. Иногда зарабатывают в попыхах и в захлеб. Но обратный, может быть, это где-то и неплохо. Мы осваиваем новый такой стиль жизни, но это несомненно сказывается в отрицательном смысле и на политике, и на творчестве, и на культуре, и на средствах массовой информации. Чрезмерное присутствие денег, их чрезмерная роль превращающаяся зачастую в диктат. Политику надо отделять российскую от бизнеса. Сейчас она практически слилась с бизнесом и сплошь и рядом мы видим такое явление, как какой-нибудь политик или чиновник, который из одного кабинета рулит и компаниями, частными и одновременно принимает государственные решения, в том числе и бюджетные решения, не забывая при этом собственных бизнес-интересов. Вот, пожалуй, одна из ведущих задач сейчас это разделить бизнес и политику. В 90-х у нас появились такие понятия, как рэкет, новые русские, термины, братки. Вот скажите, это все сейчас называется бизнесом? Капитализм не самый идеальный строй, прямо скажем, и не самый удачный. И если бы мы могли обустроить наше общество так, как нам мечтается, то, конечно, мы бы что-то более благообразное изобрели. Капитализм это преследование выгоды, преследование прибыли. Когда вот этот слишком быстрый переход к капитализму произошел, первыми в этой обстановке, конечно, сориентировались наиболее приспособленные по Дарвину. А кто это был? Это были подпольные цеховики, которые уже имели навыки капитализма, или вот те самые братки, которые на всех более-менее преуспевающих новых торговцев начали накладывать дань. Абсолютно избежать этого было нельзя, потому что если вы объявляете свободу, то это свобода для всех граждан, живущих в настоящий момент в России. Вы не можете сказать, что а вот ты, ты, и ты, вы из свободы исключаетесь, потому что у вас было криминальное прошлое. Они тоже пользователи свободы, если они не за решеткой. И понятно, что кто-то воспользовался этой свободой во благо, а кто-то во зло. Важно было не затягивать этого периода. Я думаю, что этот период нас не затянулся. 90-е годы в конце концов остались позади, и всего там 7-8 лет, когда мы всерьез с этими малиновыми пиджаками и килограммовыми цепями мы переболели. Не так это долго у нас длилось. И конечно были потери серьезные на этом пути, но болезнь осталась позади. Сегодня мы видим по телевизорам как проходят митинги оппозиции так называемые. Как вы сегодня оцениваете оппозицию? И оппозиция ли это на самом деле? Ну это конечно какое-то оппозиционное движение вне всякого сомнения. это то, чего до сих пор не было. Это движение такого городского среднего класса, хорошо образованного, самостоятельного, зарабатывающего, как правило, который считает, что стране надо многое изменить. Это вовсе не какие-то радикалы, требующие свержения существующей власти и готовые завтра идти штурмом на Красную площадь. Нет, это вполне цивилизованные, интересные, культурные люди, с которыми надо обязательно налаживать диалог. Есть, конечно, к любому вообще оппозиционному движению всегда примыкает какая-то радикальная часть. Профессиональные революционеры, которые готовы немедленно строить баррикады и которые сочтут за счастье на этих баррикадах и погибнуть. Увлекает за собой и других. Ничего подобного сейчас не нужно ни в коем случае, а вот цивилизованный диалог власти и гражданского общества это очень важно. У любого режима политического есть три возможные опоры. это бюрократия, это денежная аристократия, назовем это так, то есть это люди заработавшие серьезные деньги, имеющие значительные какие-то вложения в экономику и заинтересованы в том, чтобы их сохранить. И гражданское общество. Вот если опираться только на бюрократию и денежную аристократию, то рано или поздно неизбежно перерождение власти. Потому что любая власть, которая бесконтрольно, монопольно и несменяема, она по ходу истории вырождается. Крайне важна сменяемость, подконтрольность, конкурентность во власти. А для этого нужен диалог и нужен баланс. Нужен баланс, когда общество не только от выборов к выборам пытается каких-то своих представителей провести во власть, но и между выборами контролирует то, как власть реализует данные ей возможности, данные полномочия. Вот этого гражданского, ответственного гражданского контроля нам остро не хватает. Почему сейчас каждый день коррупционные скандалы обрушиваются один за другим? Ведь это только начало и понятно, что это выборочные какие-то случаи, понятно, что явления гораздо шире и можно с утра до вечера новые и новые подобного рода скандалы обрушивать, но ведь возникали они не вчера и даже не позавчера. За каждым этим скандалом есть история длиной во многие годы и очень многое могло быть пресечено на ранних этапах, если бы был общественный контроль, действенный и эффективный. Очень многие вещи, которые считаются какой-то невероятной крамолой в устах оппозиционеров, они сейчас подтверждаются в ходе следствия по коррупционным делам. Поэтому обязательно восстановить явно нарушенную связь между властью и гражданским обществом и восстановить гражданский контроль за действиями власти. только польза для всех от этого будет. И если это произойдет в самое ближайшее время, а я надеюсь, что так и произойдет, отпадет какая-либо площадка реальная для радикалов, заинтересованных в революциях. Свой лимит на революции мы исчерпали. Очень жаль, что не удалось обойтись без радикальных революционных событий на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века, но так уже повернулась наша история, но новых революций уже не надо. Это здание надо совершенствовать, достраивать, перестраивать, но ни в коем случае не разрушать. митинги нам показывают, что они происходят именно в Москве, столице нашей родины. Вот эта централизация власти, то есть ассоциация власть это Москва. Сегодня что мы видим? Москва постепенно расширяет свои границы, людям становится тесно. Вы же в свое время были заместителем мэра Москвы. Когда мы победили на выборах в Моссовет в 90-м году, это было весной 90-го года, движение Демократическая Россия, в руководство которого я входил, выиграло выборы в Москве и у нас было 2-3 мест в Московском Совете. Фактически мы могли назначать мэра и мы назначили тогда мэром сначала Попова Гавриила Харитоновича один из моих соратников, его заместителем был Лужков Юрий Михайлович, а потом и Лужкова назначили главой города. В принципе тогда это было абсолютно правильное решение, потому что для города было важно выжить. Тогда представьте себе город Москву, в котором пока еще ничего частного нет, где все магазины принадлежат городской власти, где все склады принадлежат городской власти, где городская власть обязана обеспечивать не только теплом, светом и транспортом город, но и буквально его кормить. В стране, где нет рыночной экономики, где все меньше и меньше значат деньги, это было колоссально трудной задачей, а это девятимиллионный город. тогда приходилось буквально по ночам я объезжал хлебозаводы, чтобы проследить за тем, чтобы к утру был выпечен хлеб. Были табачные бунты, не было сигарет в магазинах, и люди перекрыли улицы центральные в городе, и приходилось выходить к людям и говорить, что слушайте, пропускайте хотя бы полицейские машины скорой помощи и пожарные машины, а я вам обещаю, вот оставайтесь здесь, я еду на табачную фабрику, беру с собой депутатов, и мы через два часа привезем вам сигареты. Мы ехали на табачную фабрику Ява, выясняли, что там сигареты производятся, но идут на черный рынок, цивилизованного не было, и буквально ставили там депутатов у конвейера, грузили коробки с сигаретами, я возвращался к этому митингу рядом с нынешней гостиницей Москва, и мы просто загружали сигареты, и вот люди, наконец, могли получить желаемое для себя. Вот так жила Москва в начале 90-х. Удивительное было, конечно, время, слава богу, мы все-таки выжили, но тогда впервые встал вопрос об объединении Москвы и области. Мы всерьез рассматривали вопросы. Вот этот разрыв между городом и областью, он тогда уже ощущался, и идея была такая, чтобы Московская область как субъект исчезла. Москву увеличить до границ малого бетонного кольца, до центральной кольцовой дороги нынешней, которая будет построена, а то, что остается за ней, отходит к близлежащим другим областям России. Вот этот вариант был прописан считали экономисты, во сколько это обойдется, какой будет эффект, и тогда было просто не до этого. И было положено, все эти планы были положены под сукно, но просто руки не дошли. В принципе, эта идея рассматривалась. Расширение Москвы абсолютно неизбежный был шаг уже тогда. к нему пришли только сейчас. Жаль, что только сейчас, потому что та уплотнительная застройка, которую практиковал мэр Москвы Лужков, особенно во второй половине 90-х годов, она, конечно, городу не пошла на пользу, она перегрузила центр, и она создала транспортный коллапс в итоге. Каждый москвич сегодня это ощущает. Надо было раньше принимать решение о расширении города, но мешали в том числе и личные конфликтные отношения между мэром Москвы и губернатором Подмосковья Борисом Громовым. Практически эти два серьезных человека и крупных начальника не разговаривали буквально друг с другом. Настолько серьезно было противостояние, противоречия выявились, что тоже недопустимо, чтобы личностный фактор влиял. Кстати, это вообще схема такая, она на все распространяется, то есть она везде. Если личности между собой не ладит, это сказывается на субъекте. К сожалению, так. Сергей Борисович, но все-таки если вас вернуть в то время, скажите, вы бы поступили так же, либо все-таки что-то изменили? Что бы изменили? В основном, конечно, так же, но я бы старался избежать ошибок, которые мне сейчас уже задним числом очевидны. Понятно, что чисто политически надо было иначе оппонировать, более жестко оппонировать вот этим планом радикальной приватизации. Зря она носила такой обвальный характер. Понятно, что многие решения по городу Москве им тоже нужно было противостоять. Нельзя было такой сверхконцентрации и политической, политических полномочий и экономической власти у одного семейного клана в городе Москве допускать. А фактически Москва стала городом одного семейного клана в середине 90-х годов. И то, что сначала было хорошо, превратилось в полную противоположность к концу 90-х годов. Этого не надо было допускать. Ну, а в личном плане, ну, мне часто говорят мои родственники, что надо было тебе из политики гораздо раньше уходить. И я, пожалуй, с ними согласен. Как только завершается такой героический период, когда большие, серьезные политические решения принимаются, когда эти перемены проходят, и начинается такой, знаете, раздел добычи и такая борьба на выживание, где не очень люди стесняются в средствах, в это время лучше не быть в политике. Надо или становиться таким же, или из политики уходить. А не стать таким же и остаться в политике, это значит подставиться и быть жертвой. Вот момент нужного ухода, пожалуй, в какой-то, я, пожалуй, пропустил, надо было уходить пораньше. Семья для вас была всегда такой надежной опорой. И вообще, да, и поддержкой вообще важно для вас было в то время, да, вот, важна для вас была семья, поддержка ее. Конечно, конечно, семья, главная моя удача, главный мой капитал, да. С женой мы познакомились в студенческие годы, мы вместе учились, это наш студенческий брак, он у меня единственный, я в этом смысле не в модном тренде. Не разводитесь, не женитесь. По 4-5 раз уже многие развелись и поженились снова. Нет, я считаю, что это, действительно, браки делаются на небесах, что это выбор судьбы, и бросаться этим нельзя ни в коем случае, и это действительно моя удача, потому что были самые сложные времена у меня и эмиграция, и переезды, и все, что угодно, и трудности, и подъемы, и спады. Всегда жена была рядом, всегда дочка была рядом, все у нас в этом смысле получилось. У нас замечательный альянс, мы понимаем друг друга, любим друг друга, в этом смысле все хорошо. Сергей Борисович, вот, знаете, говорят и всегда говорили, что вот у России должна быть своя национальная идея, вот это нас держит. Какая она, на ваш взгляд, вот ваша личная национальная идея? Ну, знаете, поиски национальной идеи у нас приобретают затяжной и уже бородийный характер, на эту тему множество анекдотов даже существует, знаете, как мужчины беседуют, ну, ты предложил национальную идею, тебе за ней и в магазин бежать. Что она такова? Вот народные анекдоты, да, народ так откликается на тему. Нет, национальная идея на самом деле России не должна быть какой-то абсолютно отличной от идей, главенствующих в других государствах. Национальная идея построить благополучное, цивилизованное, демократичное государство. Кстати, эта национальная идея записана у нас в Конституции. Ни одного этого требования конституционного мы до конца не реализовали. Но вот если реализуем до конца и будет у нас правовое, социальное и демократическое государство, с социальным особенно у нас сложности сейчас, ну, значит, национальная идея у нас реализована. Ну, Сергей Борисович, красиво вы сказали и сравнили Россию с таким, знаете, зданием, в котором нам жить, которое нам достраивать, улучшать, совершенствовать. в любом случае нам здесь жить. Да. В любом случае нам как-то здесь опять же существовать и что-то делать. Правильно? Каждому из нас. Вот, может быть, есть у вас какое-то пожелание там, не знаю, потомкам, нынешнему поколению? Да, молодежи наши сегодняшние. Как мы сами можем влиять на процесс? Значит, надо, чтобы каждый молодой человек уяснил, ну, достаточно простые вещи. Всему свое время. Всему свое время. Вот, время получать образование. Не надо этого откладывать на будущее. Наступает период, ты должен взять образование, сейчас у тебя замечательные для этого возможности, которые 20 лет назад их не было. Время состояться в профессии. То же самое. Постараться избежать бесконечных метаний, когда учился одному, работаешь в другой сфере, потом переходишь в третью, здесь не получилось, перебежал еще куда-то, там не получилось, еще куда-то перебежал. Время получать профессию. Состояться в профессии. Не забывать про семью, потому что пожилой холостяк вызывает жалость и мысли о том, что что-то с ним не так. Иными словами, все делать вовремя, все делать набело, без черновиков, потому что темп жизни очень вырос. И не сделанное тобой вчера, переделать завтра все сложнее и сложнее. Еще нам можно было что-то поправить в прошлом. Сейчас темп перемен настолько велик, и степень личной конкуренции в профессии, в образовании настолько велика, что надо сразу набело делать. Надо сразу набело. Ну и очень важно помнить следующее. Страну родители не выбирают, и страну тоже в значительной степени не выбирают. Конечно, ты можешь выбрать ту, другую, третью или четвертую, но в том, что ты родился именно в этой стране, был некоторый замысел, высший замысел по твоему поводу. Если ты все бросил и уехал, возможно, ты этот замысел нарушил, и, возможно, ты просто где-то погубил свою судьбу. Если не в буквальном смысле погубил, то, во всяком случае, не достиг того, что тебе предназначалось, тебе подменили жизнь. Поэтому состояться в той стране, где ты родился, это почетно вдвойне. Это каждый успех твой, если ты добился в той стране, в которой родился, он умножается на два. Вот, пожалуй, об этом и надо помнить. Ну, она, в свою очередь, очень приятно и почетно, что вы родились в нашем районе, в нашем городе. Это для нас действительно событие, действительно важно, потому что вы яркий человек, вы, знаете, роль личности в истории ваша очень конкретная и четкая. Дай бог, чтобы люди и то, что вы хотели, чтобы это реализовывалось, вот именно так бескровно, хорошо, четко и с процветанием. Замечательно, надо чаще приезжать в Щелково, я вижу, что здесь правильная обстановка, смотрите, какое интересное общение, как много мы вспомнили, и вот сейчас будет возможность увидеть речку Клязьма, пройтись по улице Центральной, по улице Заречной, которую я знаю с детства. Спасибо вам огромное, что приехали. Спасибо вам огромное, да, мы желаем, естественно, вам здоровья, здоровья вашей семье, ну и сил, сил и терпения. Спасибо, взаимно, тем более мы встречаемся накануне Нового года, дай Бог, чтобы этот год состоялся вопреки всем прогнозам о конце света, чтобы он, наоборот, стал началом света, света новой жизни, новых успехов, нового счастья, всего этого я вам желаю, а также замечательным жителям моего любимого и родного Щелкова. Субтитры создавал DimaTorzok